В Москве отметили День Республики Азербайджан. Этот праздник имеет долгую историю. До 1918 года Азербайджан был частью Российской империи. После Октябрьского переворота и распада империи, 28 мая 1918 года была создана независимая Азербайджанская Демократическая Республика, которая стала первой Демократической Республикой на Востоке. Тогда были утверждены ее флаг, герб и гимн, установлена парламентская форма правления. Несмотря на то, что первая на Востоке Демократическая Республика просуществовала всего 23 месяца, именно она заложила основу азербайджанской государственности. Начиная с 1990 года, республика отмечается как государственный праздник. По этому случаю посольством Азербайджанской Республики в России был организован торжественный прием. На открытии мероприятия выступили чрезвычайный полномочный посол Азербайджанской Республики в России Паладу Бюляклы и заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Прежде всего я хочу поздравить всех своих азербайджанцев и тех, кто любит Азербайджан, наших друзей с праздником 97-й годовщины независимости Азербайджанской Республики. Для нас это светлый, радостный праздник, который невозможно вспомнить без имени нашего общенационального лидера, выдающегося политического и государственного деятеля, архитектора сегодняшнего Азербайджана Ейдара Алиича Алиева. Это праздник не только граждан Азербайджана, это праздник всех друзей Азербайджана, мы его празднуем вместе с нами. И гордимся тем, что наши страны бок о бок идут к развитию собственной экономики, взаимодействию международных делах, региональных. Пековые тесные связи между народами России и Азербайджана в наши дни развиваются и обновляются, приобретают новое наполнение, двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнерства, взаимодействия неизменно выстраиваются на основе равноправия, уважения интересов друг к другу и добрососедцев. Об успешном развитии российско-азербайджанских отношений, активно растущем сотрудничестве между странами, а также о предстоящих первых европейских играх, которые в июне откроются в Баку, говорили гости мероприятия. Дружественный, процветающий Азербайджан является для нас очень важным соседом. Мы видим, как активно и быстро развивается азербайджанская экономика. Мы понимаем, насколько сложно отстаивать независимую самостоятельную линию в международных и региональных делах, и в этом смысле Россия и Азербайджан всегда выступают союзниками. В целом наши отношения можно с гордостью назвать отношениями стратегического партнерства. Сейчас мы ожидаем открытия европейских игр. Это будет действительно масштабное событие, поэтому все глаза россиян будут прикованы к Баку. Мы желаем играм успеха, ну а нашим командам как минимум победить. У Азербайджана действительно очень и очень много друзей в России. Процветающий Азербайджан, Баку, столица культуры, спорта, интеллекта, привлекает все больше и больше мыслящих людей, молодежи. Проводится чрезвычайно интересное мероприятие. И Бакинский гуманитарный форум, и сейчас откроются исторические первые европейские олимпийские игры в Баку 12 июня. Наши азербайджанские друзья могут гордиться, что они праздник свой встречают в условиях, когда страна идет вперед по всем направлениям и в экономическом отношении, что особенно важно в смысле заботы о гражданах Азербайджана. Никогда ранее не было за новейший период истории столь доверительных и крепких отношений, как сегодня. Товарооборот увеличивается, гуманитарные контакты на очень высоком, серьезном уровне. Прекрасно работает русский центр в Баку, который Россотрудничество развивает. В Москве диаспора Азербайджана чувствует себя вполне комфортно. А отношение между государствами должно оцениваться в первую очередь на человеческом уровне, на межличностном уровне. Действительно, именно на этой земле возникло первое демократическое государственное образование. И вот азербайджанская демократия ведет отсчет своей истории именно с этого факта. Практически на исламском Востоке это первый случай демократического государственного устройства. И, конечно, это очень знаменательно, что это было в рамках той территории, того постсоветского пространства, которым мы лично изучаем и которым мы призваны всячески продвигать достоинство этого пространства на мировой арене. Ну и Азербайджан празднует эту годовщину невероятными успехами, потому что признанием его как независимого международного игрока, потому что даже этот факт этих европейских игр, именно первых в Европе, но все-таки в Азербайджане, очень на многом говорит. Я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех с национальным праздником День независимости и пожелать, конечно, всем в первую очередь мира, мира, добра, благополучия, любви. И, конечно, я как спортсмен хотел бы всем пожелать еще и здоровья, потому что когда люди здоровы, они могут решать все проблемы, которые сталкиваются в жизни. Поэтому тем более у вас накануне такой праздник будут проходить европейские игры, на которые я тоже приглашен, поэтому я хотел бы пожелать и удачи в проведении этих игр. Праздничный вечер продолжился насыщенной концертной программой с участием деятелей культуры и искусств Азербайджана.